Я сейчас начну, ой, кое-что пропускать уже. Почему? Потому что в чем показать. Да, я разговаривался, да, очень мало было чисто учебных раунд, 200 бебинаров читайте, смотрите. Извините, друзья, я всем ответить не мог. Мне Железову, спрашивают, мне Железову написали, как избавиться от кротов, боровев, хруща. Я три раза видел хруща этих самых. Один раз личинку хруща, это майский жук по-русски. Вот. И два раза видел на дереве. За всю жизнь. Чего избавляться-то? Вот. Ну, а там, где они есть, там меня нет. Не ко мне. Но как было спросить, как избавиться от муравьев у Железова? Вы поверите? У Железова спросили, как избавиться от муравьев? Это человек, который настолько затуркан. Вот. И... Крепочековский персик и т.д. Нет описания по сортам. Ладно, еще пропустим. Вот. Смотрите. Вот из этих вот плодов не был собран ни один. Вы видите, они уже гнилые. Вот. Не был собран ни один. Мало того, на косточке не был собран ни один. Представляете? А вы понимаете, что это один из сыновей мальдорского абрикоса? А вы бы хотели такую саду иметь? Вот. Я их много собрал. Мы собрали. А теперь смотрите внимательно. Там дарадарам дарам дарам. Вот это вот. Уже конец августа. Теперь согласитесь, что я их не собрал. Мы вот эти уже не собираем. Мы вот эти, такие еще собирали. Вот такие. На это. На заготовку семян. Для всей России. Только России не надо. Вот это осталось, ушло под зиму. Знаете, сколько таких квадратных метров сказать? Сотни. Что я вам покажу весной? Это горький разговор. А куда без него? Вот. Можно было собрать еще, наверное, банок 50. А трехлитровую ванку ладит в зависимости от этого. От одной до двух тысяч. Еще банок 50 можно было собрать. Но больше не было сил. Вот. И значит, что потом еще больше будет выбрасывать. И вот получилась такая история. Вот. Придет весна. К них растает. Вот. Справится мы еще или нет? До сих пор справлялись. То есть мне выдавалось у меня с фотографии. 300-500 кучочек, собранных вот на такое место. Все дырявые. А если они не справятся? Если они зубы поломают? Не смогут сейчас есть. Что дальше? Дети, добровольцы с института, студенты. Такое богатство пропадает. И сейчас еще по стеклам не лежат. Естественно, сертификации, если их больше не селят. Почему нет? Вот. Ну, а дальше уже это. Эту тему пропускаем. Еще не наступил рассвет. А в стране дураков уже кипела работа. Когда-то намекали, что в нашей стране... Ну, догадывайтесь. К сожалению, что касается удовольствия, оно и сейчас так. Вот это вот учебная фотография. Вы догадываетесь. Идиота хватает. Давайте наклонять. Идиота хватает. Давайте его это самое отрезать. И вот. Вот эта фотография, я это называю страшный сон выпустив стимирязи. Если они вот тут вот. Помните, да, я специально... У меня еще несколько минут есть. Я не могу, чтобы они это... Вот. Как говорится, за базар отвечать надо. Если они вот это вот считают, что это уродливое дерево. Что оно не полноценное. И только когда отрезать 4 нижних сквертных резко, оно станет полноценным. Я для них приготовил вот это вот. Сейчас покажу. Вот специально. Это мой сад. Вот. Я бы их это... Ну, может быть... Не знаю. Но брат тоже железов. Так что не получится. Кто-то бы взял эту фотографию. У меня взял. И прикалываясь. Отправил туда, где эти сидят и учат калече деревьев. Ничем не повинных садоводов. Написать бы им так. Вы знаете, тут вот дерево растет какое-то. Или я купил сад, и тут такое дерево. Что мне с ним делать? Ой. Там бы несколько... Как накинулись бы на это дерево. Ой, какие советы. Моё, моё. Вот это было бы да. А просто оставить в покое дерево. Никогда не дождетесь. Просто не подходить к нему. И пусть оно еще даст столько же. Оно дало сотни ветер. Сотни. В среднем вырос... В выросе она давала. Когда 10 ветер, когда 20. Если какое-то хорошее настроение, 30 ветер давала. Ну, пару лет пропускала урожай. Но за 30-100 лет она сотни ветер дала. Почему их в покое не оставляет? А сколько тут советов мне еще давать-то? Давайте, 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 давайте. Сейчас будет какой-нибудь особо ценный совет. Какой-то особо ценный. Вот дурь маяц. Человек им деньги за это заплатил. Чтобы они дерево извечили. Представляете? Большие деньги берут за вторичие. Чего ему делать эту чешообразную форму? Она что, тупой? Само не сделает? Все, друзья. Пять минут осталось. Пять минут осталось. Денис Петров пишет. Это я его научил. Еще прошлым летом я травил муравьев. Мне так стыдно перед ними. Денис Петров. На одно у вас миллион, которым не стыдно. Они считают, что они сам спасают. Так, что-нибудь сказать из чего-нибудь на тему. Может, здоровье? Может, здоровье? Может, здоровье? Может, здоровье? Хм, интересно, да. Вот эти люди не дают, чтобы дети в садах жили. Не дают, не дают. Представляете? Нет, все. Давайте закончим этот разговор. И перейдем к нашему... Субтитры сделал DimaTorzok